Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня хочу предложить вам обзор на набор Моричка. Я сначала не хотела открывать набор, но потом, знаете, не было еще ни одного обзора на ютюбе, и мне самой очень-очень интересно посмотреть, качественные ли там материалы, потому что купила два набора на пробу, так вот сказать, рискнула, поэтому давайте уже откроем вместе и посмотрим, что будет внутри этого набора. Так, ушла шуршащая упаковочка, теперь можно рассмотреть без бликов хорошо всю обложку. Итак, фирма Моричка, для вашего вдохновения, набор для вышивания лентами, осенняя рябина, размер 27х32 см. Вот так оформлен этот набор, здесь есть в центральной обложке прорезано окошко, открываем, и здесь лежит уже вот такая вкладочка, так что это у нас, это просто вот такой титульный лист, хорошая печать, очень яркая и красивая здесь фотография от ШИБа. Так, дальше мы видим инструкцию, вот такая инструкция, здесь отмечены части, листочки и технические какие-то моменты, как они будут вышиваться. И ура, наконец-то, есть инструкция, потому что я вышивала набор чаримно мыть, там не было никакой инструкции по пришиву лент. Здесь хотя бы элементарная инструкция есть, я с ней ознакомлюсь. Вот, пожалуйста, как розочку сделать, ну, слава богу, вот инструкция появилась, вот еще техника выполнения розы. Все, я это буду читать, изучать, пока вам просто показалось, что есть инструкция, а когда приступлю, буду уже вам все рассказывать поэтапно. Картон тоже пригодится, лежал для прочности. И вот такая здесь красота. Так, ну что, я здесь вижу, ленточки собранные, есть даже бисер, пакет, они не просто россыпью, это мне нравится, пакет запечатанный, видите, вот, ну, как запечатан, пробит стейплером, чтобы не открывали. Есть ниточки мулине. Сейчас мы откроем этот набор, этот пакет посмотрим. Так, что здесь есть еще? Есть вот такие открытки, тоже показаны образцы наборов, какие есть, очень красивые маки, посмотрите, с подсолнухами. Ну, шикарно. Ой, куда показываю? Простите. Шикарный. Ой-ой-ой. Мне очень понравилась техника вышивки лентами. Получается очень красиво и натурально. Вот еще. Посмотрите, какая красота. Это ленты. Смотрится вживую. Вот, очень объемно. Лентами получается классно. Мне прям захотелось уже вот эти маки с подсолнухами. Шикарно. И, кстати, эти наборы, они совсем недорогие, девочки. Давайте посмотрим ткань, которую нам вложили. Она закреплена вот так на картон, обвернута для жесткости. И вот такими огромными, посмотрите, какая огромная-огромная угла, просто, мама дорогая, шила. И маленькая, видно, для бисера. Так, снимем иглы. Видите, какая огромная. И откроем. Столько картона. Плобинок можно наделать, пинки по целую кучу. Молодцы. Не пожадничали. Вот она. Вот она, эта тканюшка. Опять же, так как я новичок, не могу сказать по поводу плотности ткани, хорошая эта плотность или нет. Ну, чуть-чуть помягче, чем была у меня в очередной ныте. Очень яркий осенний вот такой букет. И вот здесь видны места. Вот такие вот цвета пропечатанные. Это места, где будут пришиваться у нас наши ленточки. И будут французские узелки ленточками. Очень красивый фон напечатан. Мне нравится. Есть также ключ и на ткани напечатан. Тоже помогает. Что сказать? На первый взгляд я в полном восторге. В полном восторге от качества печати. Очень точная печать. Красиво все. Ярко, понятно. Есть ключ. Давайте посмотрим на ленты. Так, есть у нас здесь вот такой черный бисер. Хорошенький. Небольшой пучок ниток, наверное, что-то там будет пришиваться. А, наверное, зеленые листочки будут прошиваться вот ниточкой муленет цветной. И вот такая вот пачка лент нарезанных. Красивые ленты. Вот и желтые. Посмотрите. Давайте посмотрим, раз мы тут все же достали, открыли. Будем себя баловать. Вот такая широкая желтая ленточка. Яркая. Я представляю, как она будет красиво смотреться. Благородный зеленый оттенок ленты. Тоже широкая лента. Вот для таких широких лент как раз такая огромная игла и нужна. Потому что ее как-то нужно будет эту ленту на игле закрепить. Много вот красных и коралловых ленточек. Наверное, это 6 миллиметров, я так понимаю. Есть, но они, видите, распались, уже получилась такая куча. Все я уже вытащила с пакета. Нарушила всю красоту. Есть очень красивый, благородный, такой нежно-коричневый цвет. И тоже вот зеленый цвет. Такой же, как и на широкой ленте, но тоненький. Красивые ленты. Много. Вообще обалдеть. Вот смотрите, здесь будет использоваться новая для меня техника. Крупные ленты будут прошиваться ниточками. И вот таким образом будут создаваться крупные листы, желтые, зеленые. Французские узелки мне очень нравятся. Из ленточек крутить получается очень эффектно. В общем, очень-очень красивый сюжет. Прям невероятно хочется, немедленно его хочется начать вышивать, его выполнять. Но опять же, подождем немножко, когда закончится мой бёрч-поинт, и потом я смогу приступить к другим моим интересным процессам. Вот такая куча лент будет использоваться. Конечно, много лент останется. Замечательный яркий холст у меня есть. Всё. Ждём времени и возможностей. Надеюсь, этот обзор был вам интересен и полезен. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok